Паша, твои 25-30 минут, пожалуйста. Алкоголик Паша, здравствуйте, добрый вечер всем. Вообще-то, ну, мне сказали, что это мини-спикерская, я даже не предполагал, что это будет там, может быть, 30 минут. Вот, но, опять же, я, я сожалею, я не могу до конца собрания тоже остаться, вот, и сколько времени у меня есть, я буду с вами, да, сделал, конечно, 30 минут, там, может, 40, там, сколько получится, но не смогу до конца все равно быть с вами, поэтому сразу извиняюсь. Для меня это время, когда мы с семьей, и, да, очень сильно заняты, у меня много-много всего, чего происходит в жизни, но, тем не менее, я не мог не отказаться, вот, потому что отказаться, да, это, во-первых, я очень люблю вашу группу, да, эта группа, она образовалась, когда пандемия настала, вот, пришло время этой группы, и открыли эту группу, сначала она была в скайпе, вот, и потом она постепенно переросла, да, в то, что вы уже видите, сегодня я просто рад, что это происходит, такая эволюция. За мои 17 лет здесь, в Израиле, очень много чего произошло, и когда я пришел в анонимные алкоголики сюда, у нас не было русских групп. А сегодня у нас самое прогрессивное такое движение русскоговорящих алкоголиков в Израиле, у нас 17 групп, да, я включаю еще и вашу группу, которая всегда греет душу, потому что всегда можно прийти к вам на группу, каждый день, всегда открытый, и это просто круто. Вот, я вам очень благодарен, и за то, что вы пригласили меня, и за то, что вы существуете, продолжаете это служение. Спасибо вам большое. Мою тему, которую мне задали, это ежедневный самоанализ, и здесь я бы хотел бы говорить только о своем опыте, а не просто читать какую-то лекцию, поэтому то, что я могу о себе сказать, для меня вот эти вот все слова, они нагоняли на меня страх, и когда мне говорили, там, вот это ежедневно надо будет делать, или ежедневно, это надо следить за этим, и вот это слово, там, иногда звучало такое слово, бдительность, да, вот это бдительность, и меня тоже пугало это слово, бдительность, бдительность, то есть имелось в виду, что я не должен там хотя бы, но первое время, да, следить за тем, чтобы не взять эту первую рюмку, И здесь нужна была бдительность. И иногда у меня это слово ассоциировалось с тем, что мне надо лезть на какую-то вышку, да, и стоять там на стреме, и прям смотреть там, и вот это вот, да, бдительность хранить. И, разумеется, меня это все пугало, когда я еще, да, только-только начал отвыкать от алкоголя, от той жизни, которую я вел, да, от того мышления, которое у меня было. Очень напрягало. Не говорю, что это там на самом деле прям легко это все прошло, но самое главное было для меня на самом деле каждый день заниматься то, что нужно было делать по движению вперед, по шагам. То есть мы со спонсором читали книгу, мы делали те вещи, которые здесь написаны в книге, я ходил на собрания, вот, я делал, я писал эти инвентаризации, и пришло такое время, когда, ну, в первую очередь, то, что для меня было очень важно, и к чему я, в общем-то, и говорю, да, вот ежедневно, мы начали, я начну просто слово ежедневно, да, ежедневно, что мне нужно было делать, мне, то, что мне очень сильно помогло, это каждое утро, когда я просыпался, да, я просил Бога, да, во-первых, я его благодарил, для меня это было необычное чувство, и первое время я очкарик, да, и для меня такая аналогия всегда очень присуща, потому что я считал, когда выходил на улицу, я считал, что мне в очках добавили какие-то диоптрии, и я прям вижу мир ярче, какие-то другие краски, да, появились дольше и вижу глубже, какие-то оттенки начинаю проявлять, да, почему? Потому что я просыпался трезвым, я просыпался трезвым, и вот это вот состояние у нас, в начале книги у нас написано о том, что просыпаемся, ну, я просыпался с чувством надвигающейся беды, да, вот в рассказе Билл, вот это чувство надвигающейся беды, оно было мне присуще, и когда я просыпался, и вдруг, да, вот это вот чувство, оно приходило, я понимал, нет, подожди, все же нормально, я же помню, как я пришел вчера, да, я помню, что я вчера не пил, я помню, как я ночью встал, да, сходил в туалет, я помню, вот это все я помню, да, я помню там многие, и прям мне это прям казалось, да, чем-то таким фантастическим, меня это очень радовало, и мотивировало еще один день не пить, и вот это с этого начиналась моя благодарность, да, я опять просил, да, вот это, ой, спасибо, что я не пил, да, и, боже, да, мне еще один день трезвый, и вот это вот началось ежедневно, и то, что я вечером, когда ложился спать, я вдруг вспоминал то, что я слышал там на группах, я вдруг вспоминал, господи, спасибо за то, что я сегодня трезвый, и вот эта задача, которая ежедневно, ежедневно, да, вот эта вот задача, она превратилась в ежедневно, только сегодня не пить, да, ежедневно, единственная цель, которая была ежедневная, да, сегодня лечь спать трезвым, Вот так вот просто это все и началось. То есть провыкание или отвыкание от того старого стандарта, когда меня все это пугало, такие слова, как ежедневно, как бдительность, вот из этого. Ну и почему я, да, с этого начал? Потому что в конечном итоге, когда мы подходим, вот этот ежедневный самоанализ подразумевает, в общем-то, сам по себе это наш десятый шаг. Но подойти к десятому шагу надо сделать все остальные девять шагов. И вот когда мы сначала делаем, приглашаем в нашу жизнь Бога, делаем, убираем эти блоки, делаем вот эти вот инвентаризации, которые мы пишем, и в конечном итоге приходим к девятому шагу, в котором мы пытаемся очиститься от того груза, который у нас есть, вот это чувство вины, и мы начинаем возвращать ущерб людям. И все это нам приносит ту жизнь, которая, в общем-то, я уже, я не скажу, что я прямо там сразу стал белый и пушистый из-за этого, да, но я уже отдал часть долгу, груз вины с меня уже снялся, да, я уже даже пошел там кому-то моральную еще, я даже кому-то возместил, да, я, может быть, своим детям сказал, что я, может быть, был плохой папа, да, или там своим родителям я сказал, что я был плохим. И вот эти вот вещи, да, начали меня на самом деле воспитывать, и я начал видеть себя совершенно иначе, я начал чувствовать себя совершенно иначе. И тут вот это вот то, что я уже начинаю быть совсем другим человеком, и мне начинает нравиться вот эта вот моя чистота, я имею в виду не чистота там, как наркоманы имеют, что я внутри там не принимаю что-то, да, а чистота именно нравственная. То есть мне уже кажется, что я пусть не самый какой-то святой человек, вот, но я во всяком случае уже неплохой. И мне есть, да, за что мне, ну, то есть блестит эту чистоту, да, мне это начинает уже нравиться. И так же самое, как поначалу, то, что, ну, в употреблении я был ужасным человеком, да, ужасным. Это не просто потому, что я там моральным там каким-то был уродом, да, но был просто, да, даже вот в плане гигиены, не знаю, как это будет слышаться, да. Ну, я на самом деле, я мог носки таскать там две пары там всю неделю, да, я мог мыться там раз в неделю, вот, я мог там зубы чистить только тогда, когда там выходил куда-то там, может быть, женой надо было потянуть гостю какие-то. И такого плана, да, то есть я был достаточно мерзким таким типом, даже в плане вот этой вот гигиены, то есть от меня могло вонять, я не говорю, что просто там перегаром каким-то. Нет, конечно, я когда-то, я не был всегда лысом, да, в анонимный алкоголик я вообще пришел, у меня коса была до, до этой самой, до лопаток, вот, и я просто помню это состояние, да, то есть утром там собираешься куда-то, раз, такой, быстренько водичкой смазал, да, и такой, о, эффект мокрых волос, да, и прямо такой, ну, все нормально, да, хотя не видишь, на самом деле выглядишь и пахнешь, да, ужасно. И когда начинаю отрезветь, эти вещи начинают ко мне возвращаться, то есть нормально я имею в виду, то есть вот я описал человеку, которым я был, и тоже так приблизительно, да, не вдаваясь там особо в подробности, вот, но чтобы понимать, о чем речь. И когда я начинаю отрезветь, вдруг, да, о, подожди, да, и носочки каждый день, и рубашечку я понюхаю перед этим, да, и обязательно дезодорантиком побрызгиваюсь, и зубки пощищу, да, и скупаюсь утром и вечером, и так далее, то есть вот эти вот вещи элементарные, даже простая гигиена, да, они входят в мою жизнь, становятся естественными. И никто из нас здесь не будет сидеть и спорить, надо ли каждый день там чистить зубы, да, или надо ли каждый день мыть лицо, или там руки перед видом, или что. Мы даже не будем спорить, потому что мы делаем это на автомате, и просто потому, что мы люди, да, и нам сейчас, да, ну, это на самом деле, это неприятно, если от меня будет вонять там потом, да, или от меня там будет как-то плохо там пахнуть изо рта, и тогда я забочусь об этом, потому что я нормальный трезвый человек, и все вокруг это делают, и никто не задается этими вопросами. И здесь, вот почему я и говорил об этом, да, что мы, когда подходим к этому десятому шагу, мы вошли в мир духа, и это совершенно другой мир, другое измерение, но тем не менее, да, я почувствовал вот эту чистоту, вот то же самое, я почувствовал, что у меня перестали гнить ноги, да, из-за того, что я постоянно занимаюсь гигиеной, меняю носки и так далее, да, и обувь, вот. То же самое происходит и здесь, если я не буду каждый день заниматься вот этой вот инвентаризацией, смотреть, да, как я себя веду, какое мое состояние, да, как, что я делаю в духовном плане, вот, то и мне тоже начнет вот эта вот душа моя начнет загибаться и начнет загнивать. И мне также будет от этого, да, некомфортно и противно, потому что вы дали мне эту возможность попробовать, что это такое, да, вы тоже не сделали это там, типа, раз, взяли меня маркером каким-то, да, или резиночкой там стерли, да, и все, вот теперь ты чистенький, да, нет, вы предложили мне к этому прийти самому. Я сам это все делал, сам писал эти инвентаризации, да, сам там сдавался спонсору там в своем пятом шаге, да, рассказывал ему, откровенничал перед ним. Сам получал эти торцуля, да, от того же спонсора, да, что вот смотри, нет, это твое эго и так далее. И все это я делал сам, ну, сам, опять же, да, с божьей силой, да, но я имею в виду, что я принимал в этом участие, и я прихожу к этому. И вот когда у меня вот эти результаты, мне это нравится, и я хочу это сохранить. И я понимаю, что это то же самое, как сохранить, да, если я не хочу запаха изо рта, мне придется почистить зубы. Все, и у меня, да, я хочу этого, вот в чем дело, я хочу этого сейчас. Я не то, чтобы там, меня надо заставлять, да, поначалу, как я и говорил, да, меня все это очень пугало и очень напрягало. Потому что как это каждый день, да, что это каждый день молиться, что каждый день там медитируй, что это. Это воходит в ту же самую, да, в ту мою жизнь. Я могу сам, да, сейчас я этого хочу. Сейчас я этого хочу, потому что если даже взять обычные вот эти вот физические там приемы какие-то, опять же, как пример, опять же, как пример, у меня много лет назад, когда, прям за полгода до моего последнего запоя, да, я сломал себе руку. Вот здесь, в запястье, я сломал себе руку, там, ударил. Вот, неважно. Короче, я два дня не шел ни в больницу, ничего. И пока я дошел до врача, и пока мне там поставили гипс и так далее, она все-таки начала неправильно срастаться, да, и... Короче, в такое-то время она меня не беспокоила. Вот, ну, я об этом там не знал, что она срослась, не срослась, как это было. Через 10 лет, прошло 10 лет, да, и вдруг у меня рука начала замыкать, начала вот такие вот вещи вытворять. И оп, да, судорога там слоит, и все. И я не знал, я не мог работать, я работаю поваром, у меня эта рука, да, держит нож. И вообще, ну, что значит рука замыкает? Пошел к врачу, вычислили, да, они вычислили, что это вот последствия того, не зажитого когда-то, да. И это вот, что сейчас? Прописали мне физиотерапию. И помимо вот этих всех там электричества, которые меня там кололи, всего дядечка, который там сидел, один из наших русскоязычных, вот, ну, он такой, видно, хороший специалист. Потому что он говорит, все это, говорит, нормально, говорит, я пробью сейчас этим электричеством, он тебе все это сделает, да, говорит, но, говорит, если ты хочешь, чтобы тебя это не беспокоило, делай вот такие вот движения каждый день 20 раз. Вот так. И я такой, ну, хорошо, ладно, ну, типа того, что, да, я пропустил это мимо уши. Ровно через месяц после этой физиотерапии у меня опять начинает замыкать рука. И я понимаю, да, ну-ка, давай я попробую, да. И вот эти движения я начал делать. Эти движения я ввел в свою ежедневную зарядку. Это меня никак не беспокоит. Эти 10 секунд, которые я делаю, это движение, да, они меня вообще никак не беспокоят. Но самое главное, что меня не беспокоит рука. Вот в чем самое главное. Потому что я же чувствую, если я где-то когда-то, да, профилониваю эти свои зарядочки, да, то так же самое, как если я не делаю вот это вот, там, не нагибаясь, да, и не заботюсь о своей спине. Да, так же самое у меня, ой, там, то поясница, да, то опять же, там, начинает рука как-то действовать. То есть, если я только не делаю, все, это оно моментально сказывается. И я понимаю, что это я сам когда-то, да, привел. Может быть, обычным людям не нужна эта молитва, медитация, да, может, это не надо, может, не надо следить за собой. Мне же это нужно. Мне это нужно, потому что если я веду себя как идиот, если я веду озлобленность себя, да, если я полон страха и не делаю какие-то обычные нормальные вещи, которые для всех остальных людей, может быть, и просто нормальными, да, если я их не буду делать, у меня опять наступит вот этот вот упадок духа, да, я начну опять вариться в саможалости, да, я начну обвинять других. И мне за этим нужно следить. Мне за этим. И вот, да, сейчас мы, в общем-то, и подошли к тому, да, о чем, может быть, меня просили спекинную. То есть, я говорю о причине делать это ежедневно. То есть, выбора у меня другого нет. Я хочу эту жизнь, значит, я буду делать. Я хочу жить счастливым, радостным, свободным, я буду это делать. Ну, а сейчас о технике, о том, как я все это на самом деле делаю. Во-первых, в первую очередь, я о чем и говорил, что, да, утро у меня начинается именно с того, что я начинаю вот эти вот все простые вещи. То есть, простую гигиену делать. Это раз. По всему дню далее. Я, вот, то, что у нас здесь, мы продолжаем следить за проявлением в себе любви, нечестности, негодования и страха. Да, вот эти вот вещи. Я начинаю просто отслеживать. Если я чувствую себя дискомфортно внутри, если я чувствую, что у меня преследует какой-то страх, я могу тут же, да, пригласить просто Бога в эту ситуацию, потому что я знаю, что это то, что мне поможет. И для этого не надо обязательно искать какой-то храм, да, там, духовника какого-то, чтобы были открытые двери церкви там или что-то. Тогда нет, это всего лишь достаточно остановиться, да, и на эти там пять секунд закрыть глаза и сказать, Господи, будь со мной. Все, и этого достаточно. И этого очень часто достаточно. И это входит в ежедневный мой самоанализ. Это когда такие простые. Если же это все не происходит, не в любом случае, да, мне нужно тогда, если я чувствую, что это настолько доминантно, да, и меня не может это вырулить, мне нужно обязательно с кем-то обсудить. То есть кому-то позвонить. Если это до сих пор меня грузит. Та же злоба, да, или там страх, да, мне нужно это обязательно с кем-то обсудить. Почему? Почему это важно? Потому что иногда, да, это все происходит достаточно лишь просто свизуализировать, да, что я пригласил Бога все, и Бог может забрать от меня это. Иногда это настолько доминантно, что эта мысль возвращается. И чтобы мне ее выкинуть из головы, вот, мне нужна обязательно обратная связь с другим человеком. Иногда даже это будет не обратная связь, но достаточно хотя бы проявить намерение, и чтобы Бог увидел, что я озабочен этим, и открыть свой рот. И это всего лишь, да, для этого нужно нажать на кнопку телефона, ну, как принято это у нас сейчас, да, нажать на кнопку телефона и поговорить с кем-то, что я и делаю. Не всегда у меня получается, конечно, говорить со спонсором, вот, но у меня есть, да, список людей, кому я могу позвонить и не объяснять, что такое десятый шаг, да, или что мне там нужно сделать, и так далее. Меня сразу, да, я говорю, по десятке, давай. Все, и я начинаю, да, свой слив. Вот, ну, как правило, это не бывает просто слив, потому что, как правило, это, да, там я получаю там ту обратную связь, которую я никого, да, не вижу. Вот, поэтому, да, это нужно обсудить с кем-то, не потому что, да, не потому что там это там написано, а потому что мне нужно открыть рот, во-первых, проявить намерение это, да, сделать что-то для того, что я хочу от этого вызваться. Все, и тогда Бог, да, может от меня это забрать. Опять же, на этом дело не кончается, потому что есть такая притча в Библии, где рассказывается о том, что человек был одержан демоном, и вот он попросил Бога, да, чтобы он его освободил. И Бог сделал это. Сделал, он забрал этого демона, да, из этого человека, и выгнал его. И человек очень обрадовался, очень обрадовался, начал жить там своей жизнью, да, он думал, что все на этом кончилось. Но он не сделал ничего для того, чтобы занять место этого демона. У него в душе оставалось это место. Этот же демон, что он делает? Он прошел там, пролетел вокруг Земли, да, он увидел, что это место свободное в этом человеке. Он взял еще семерых демонов, да, и поселился опять там. Опять же, вот это вот наша такая пословица, да, святое место пустое не бывает, природа не любит пустоты, там, и вот это все, да. Вот что имеется в виду. Почему у нас идет вот это действие? Нужно обязательно, да, после того, как ты поговорил с человеком, да, если был ущерб, ты его возместил, вот ты должен обращать свои мысли к другим людям, должен кому-то помочь. То есть ты должен в это место, откуда уходит вот эта гадость, положить что-то хорошее. И тогда вот это место, да, займет вот это вот хорошее, и тогда хорошее там будет. И вот так мы приучаем к себе. То есть обязательно быть полезным кому-то другому. У нас недаром, прямо в самом тоже начале книги у нас написано, мы алкоголики, а это люди, которые там в прошлом злоупотребляли, да. Наше существование зависит от того, чтобы мы помогали другим. И как можно было им больше полезным. Потому что это основное, что мне нужно. Если я начинаю делать это на автомате, да, вот это вот пресловутый напряг этот, тот, который мне надо быть деятелем, мне надо следить за этим, да, мне надо там или записывать, или что-то, да, прям. Встать, да, напрячься и вот смотреть, да, у-у-у, там я слежу, там за своим... Нет, будет все происходить естественно. Вот. Опять же, да, если я заполняю свои вот эти вот будни, свою жизнь, да, именно вот такими вещами. То есть делаю для людей что-то хорошее, да, и помогаю другим. Это основная, в общем-то, мысль этой книги. Это идет красной нитью через всю книгу. Нужно помогать другим, нужно, да, быть полезным людям. И это основное, что может вывести меня из моего эгоцентризма. И вот я вам просто рассказал, значит, этот пример из Библии, да, но а как же это, если вот анонимные алкоголики, они не любят там никаких сравнений там с библейскими, там с какими-то каранскими, там или еще какими-то. Да, они говорят на своем языке, и вот что же они имеют в виду? Они говорят о том, что да, вот это когда появляется, мы следим за собой. Да, это все еще про себя, это про меня. Да, когда они проявляются, мы сразу же просим Бога избавить. Мы просим Бога избавить, меня избавить от страха там или негодования, да, но у нас с этим молитвы. Дальше, мы обсуждаем это с кем-то, и когда мы обсуждаем это с кем-то, мы опять про себя, про себя, да, и даже если мы исправляем ошибки, да, кому-то, это все равно еще про меня. Я все равно еще в этом эгоизме, я все равно еще в этом эгоцентризме. И даже, потому что моему-то эго, по большому счету, ему же фиолетово. Буду я говорить хорошо про себя, я буду плохо буду говорить о себе. Мне самое главное говорить обо мне. Я буду говорить о себе, о себе, о себе. И мне насрать на самом деле. Я буду говорить об этом плохо или я буду говорить о себе хорошо. Потому что я буду говорить о себе. И давайте будем вместе говорить обо мне. Конечно, для меня это очень важно. Давайте обо мне, только обо мне. Вот. И единственный выход, который есть из этого, мне нужно обращать свои мысли, повернуться к другому человеку и начать делать для него что-то. И вот только так я смогу вылезти из своего эгоизма. Поэтому сколько мне, не давая обратную связь, начиная меня обзывать, все это еще середина пути. Середина пути. Вот где приходит вот это освобождение, когда я поворачиваю и начинаю заниматься чем-то другим. И вот тогда я отпускаю вот эту вот проблему, та, которая у меня есть. И только так Бог может мне помочь. Иначе нет. Потому что это получается как та же игрушка у капризного ребенка, когда он приходит к папе и говорит, папа, да, папа, почини мне игрушку. Да, я сломал свою игрушку. Почини мне игрушку. Он говорит, давай, я тебя починю. Он, нет, почини. Да, и он вот так вот держит ее у себя, у своей груди. И он не дает, да. Он говорит, нет, почини. Он, как же я тебя почини? Ты не можешь отпускать. Нет, все равно почини. Это вот так вот я себя веду. А вот как я могу отпустить эти руки, отпустить свою проблему, да, и взять этими руками и помочь другому человеку. Отвернуть свои мысли от своего эго, да, и помочь. Вот о чем говорят у меня алкогольки. Вот почему у них через всю эту книгу, у них, у нас, извините, да, проходит вот это, помогайте другим, помогайте другим, будьте полезны другим людям. Ну, это вот и есть тот самый, да, самоанализ, к которому я должен прийти. То есть, насколько я был сегодня полезен Богу и окружающим. И как я должен это делать. Все, я постоянно, да, вот это вот постоянная забота. Об этом я постоянно должен думать, да, как мне помочь другим людям. И это не кажется что-то таким глобальным или каким-то не, ну, неподъемным. Потому что это входит в жизнь. Это входит в жизнь. Потому что моя работа, да, я работаю простым поваром в ресторане. Вот. И моя работа, мое поведение в семье, то есть, какой я отец, какой муж, да, какой сосед, да, это все зависит от этого. То есть, я постоянно, я слежу за этим, что... И, опять же, я говорю, да, вот надо, надо вот эти вот все вещи вот из своей жизни просто-напросто убрать. Что значит там молиться там каждый день, как, что? Да, Господи, начни с элементарных вещей. Ты зашел в этот самый, в туалет. Да, пописал, блин, я извиняюсь. Да, намочил круг. Вытери его. Все, с этого начинаем. С этого начинаем. Это вот так, да, как это начиналось. Ну, для меня, во всяком случае, с этого начиналось. Ну, что вот так я начинал чувствовать себя человеком. Да, то есть, обычно, понятно, да, что я же такой красавчик, да, мне нужны вот эти вот стадионы с аплодисментами, с овациями. Как это так, да? Нет, ты здесь, в этой кабинке. Это ты сделал, возьми и вытери. И никто не увидит, и не будет никаких аплодисментов. Просто сделай это. И все. И с этого начинается. Поэтому пусть не пугает, да, никого вот это вот ежедневное, да, просто начинайте делать это и оставьте. И это будет срабатывать. Это будет срабатывать. Этот самоанализ, который мы так называем. Очень мне нравится это очень. Слово самоанализ. Почему? Я не против того, что сейчас употребляют. Вот, ну, когда-то, когда я был еще на пороге всех этих шагов, да, когда я еще не знал, что у нас там перевод там правильный, неправильный, да, когда я еще не задавался этими вопросами. У меня был спонсор Neavrit, и там такого слова там нет. Вот, но у нас другого слова не было в книге. Да, у меня этот самоанализ, я же самый умный, да, я нашел все о самоанализе в компьютере, вывел это все на свое окно, да, у меня прямо это всегда висело. Я вот эту вот фрейдятину пытался читать, что же такое самоанализ, да, и я до того заходил, что я просто понимал, что я же, блин, я же дурак. Я дурак, я ничего не понимаю, о чем, какой самоанализ, что там, да, о чем там речь вообще. Вот, хотя здесь речь идет об инвентаризации. Да, это, вот это то, что десятый шаг, который рекомендует нам продолжать личную инвентаризацию и исправлять любые новые ошибки на нашем пути. Да, там нету речи про самоанализ. Можно сейчас называть это самоанализ, да, когда я уже пришел, но раньше для меня это, у меня был большой резент на всех этих переводчиков, да, и вообще на это слово самоанализ. Очень большой был резент. Вот, пока, конечно, я тоже все это не проработал, не прошел. Вот, поэтому простая личная инвентаризация. И что такое инвентаризация? По большому счету, да, как мы это понимаем? Открываем холодильник и смотрим. Так, братан, так вот у тебя гнилой помидор, да, из-за этого гнилого помидора у тебя здесь запах. Давай-ка выброси его. Все, там посмотрел, да, на эту коробочку там с этими шпотами. Подожди, ну так срок, да, годности уже прошел. Давай выбросим. Давай посмотрим. Давай, может быть, стеночки протрем от плесени и прочее. Вот, вот что это такая инвентаризация. Нету в этом никаких там, это не обязательно там смотреть и разбираться там, где, когда, в какой жизни мне было там 4 года. Да, и я с девочками оказался в туалете, показал им там свои причинные места, да. Они этого не сделали, поэтому у меня сейчас комплекс там. Все это хрень. Мне туда не надо лезть. Мне нужно посмотреть, что было здесь сейчас и что я могу сделать. Вот. Вот что имеется в виду, да. А не какой-то самоанализ, начинать рассуждать и делать из себя психолога, да, и тем самым загружать из себя и своих подопечных, тем более. Не дай бог. Все достаточно проще. Значит, то, что, да, именно об этом я и говорю. То есть попроще. Как можно проще. Ко всему этому относиться. Не надо этого бояться. Ну, не знаю, был ли я вам полезен. Да. Спасибо большое, что послушали. Вот. Я, если нужно, я побуду еще пару минут с вами. Вот. И спасибо вам большое, что... Извините, если получилось эмоционально там или как-то. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...